Всем привет! Записываем очередной ролик. Этот ролик будет посвящен выставке Evo 2019 Outdoor Classic. Данная выставка проходила с 8 по 11 марта 2019 года. Проходила выставка в Германии, в городе Нюрнберг. Я посетил эту выставку и скажу сразу, что количество представленных брендов, количество экспозиций, павильонов настолько большое, что даже 4 дней недостаточно для того, чтобы в полной мере, в полном объеме можно было всю эту выставку обойти и, соответственно, познакомиться со всеми представленными экспозициями. Поэтому, соответственно, я посетил только тех производителей и те бренды, которые мне были наиболее интересны. И данная выставка очень полезная в плане того, что вы можете одномоментно, единовременно посмотреть и сравнить, скажем, несколько разновидностей прицелов одного производителя, который вам интересен. Потому что далеко не в каждом магазине страны СНГ и Российской Федерации, я думаю, представлены все линейки оптических прицелов, либо дальномеров, либо еще каких-то устройств, ведущих производителей. Даже в той же Европе многие магазины не держат в наличии полностью всю линейку. То есть вы можете прийти и сказать, что необходима такая-то модель, и вам ее в течение нескольких дней привезут под заказ. Выставка же позволяет взять в руки один прицел, потом второй, потом третий, и, собственно, всю линейку, начиная от младших и заканчивая самыми старшими прицелами, и сравнивая в один момент времени один прицел со вторым, вы прекрасно понимаете, чем они отличаются, и какие особенности в том или ином прицеле вам больше нравятся, либо наоборот не нравятся. И, соответственно, у вас появляется понимание того, какой именно вам нужен прицел под ваши задачи, вашу эргономику, ваше зрение и так далее, и так далее. То есть все предпочтения. Поэтому я однозначно очень доволен тем, что посетил данную выставку, и какие-то моменты для себя я подчеркнул по-другому. То есть вот даже возвращаясь к моим прицелам любимым Nightforce, то есть данный бренд мне очень нравится, и скажу, что раньше я почему-то как-то больше склонялся все-таки, наверное, к прицелу в первой фокальной плоскости. Сейчас я однозначно для себя понял, что для меня это только вторая фокальная плоскость. Я сейчас объясню почему. И, возможно, мой опыт будет кому-то полезен. Возможно, кто-то будет стоять перед выбором первой фокальной плоскости, либо второй. И на чужих ошибках всегда учиться, я считаю, что проще и легче, потому что купить дорогостоящий прицел, начать им пользоваться, и потом в какой-то момент времени понять, что данный прицел чем-то не нравится, или чем-то не устраивает. Или, скажем, где-то на каких-то соревнованиях посмотреть в такой же прицел, но с другой фокальной плоскостью, и, соответственно, поняв для себя, что купить необходимо было все-таки другую модель. Поэтому выставка позволяет провести все эти сравнения единовременно, одномоментно, и дает просто колоссальный, конечно, опыт. Ну и прежде всего, это все новинки, которые будут представлены в текущем 2019 году, то есть на выставке они были уже представлены. У меня была возможность взять в руки, посмотреть и сравнить, скажем, с предыдущими моделями. Помимо прицелов Nightforce, конечно же, я ознакомился с другими производителями, известными, ведущими. Это касалось не только оптики и не только прицелов там, ну и зрительные трубы, шасси всевозможные, вот же, да, для винтовок, приборы для револдинга, оборудования и так далее. Вот, но в рамках того, что если рассказывать про всю выставку целиком, то видео получится очень длинное, громоздкое или многосерийное, и оно будет никому точно не интересно. Поэтому я, пожалуй, выделю, наверное, два или три момента интересных, и о них именно расскажу в этом видео, либо, возможно, разделю видео на два, чтобы оно легче смотрелось. Я просто посмотрю сейчас по хронометражу, как получится, и, соответственно, уже от этого оттолкнусь. На стенде компании Nightforce с самой значимой для меня новинкой в этом году был прицел Такер с кратностью 7х35 во второй фокальной плоскости. Также на данном ролике вот здесь сейчас мы видим, что боковые барабаны поправок стали закрываться крышечками защитными. Крышечку можно закручивать, можно не закручивать. Это уже на усмотрение, так сказать, стрелков. Здесь мы сейчас видим прицел Beast. Это самый топовый прицел у компании Nightforce. Он самый сложный с точки зрения характеристик и тех, так сказать, ноу-хау, которые в данном прицеле используются. Прежде всего, в данном прицеле есть фиксатор, который мы можем зафиксировать. И та поправка, которая введена у нас на барабане в данный момент, она будет зафиксирована. И при транспортировке либо каких-то, скажем, перемещениях ваша поправка, она не собьется. То есть, помимо зеростопа, который есть у прицелов Nightforce, в данном прицеле еще применена технология фиксирования той поправки, которую мы ввели. Также на кольце кратности данного прицела есть функция заворачивания маленького рычажка, так называемого ПТЛа, который необходим для более комфортного вращения. То есть, в перчатках, либо без. Данный рычажок может быть вкручен, может быть выкручен. Тут уже, собственно говоря, это, ну, смотря стрелка, не стрелка. Боковой барабан корректировки по горизонтали у прицела Beast оснащен фиксатором, который позволяет фиксировать в нулевом положении. Ну, это более такая, наверное, дополнительная тоже опция. По большому счету, просто так барабаны никогда не крутятся, но тем не менее, в данном прицеле есть функция фиксации на нуле. Также у этого прицела есть дополнительный рычажок, который позволяет смещать прицельную сетку по вертикали на величину меньшую, чем непосредственно у нас сама, так сказать, величина клика. Поэтому прицел Beast, он является, скажем, вершиной технологичного, наверное, или технологического прогресса компании Nightforce. И сама аббревиатура Beast, она расшифровывается как Best Example of Advancing Scope Technology. То есть, что... Это говорит о том, что здесь собраны самые лучшие достижения в области оптикостроения. Соответственно, данный прицел имеет смысл приобретать только в том случае, если ваша винтовка стреляет довольно точно. И те функции, которые есть в этом прицеле, например, как корректировка величины поправки с помощью дополнительного рычажка под барабаном, она, соответственно, имеет смысл, если боеприпас и винтовка соответствуют. Потому что, скажем, скорректировать среднюю точку попадания СТП на столь малую величину, и в случае, если ваша винтовка обладает кучностью, недостаточной, скажем, для этого прицела, вы просто не заметите данного изменения и просто не ощутите. также данный прицел будет значительно тяжелее, чем Атакор. И в то же время, на сегодня, если брать последние модели Атакор, то они уже идут с кратностью 7 на 35, в то время, как Бист идет с кратностью 5 на 25. Кратность, конечно, достойная, спору нет, но я считаю, что кратности ее не может быть много, и она не может быть лишней. Разумеется, если идет речь о стрельбе на дальней, сверхдальней дистанции, высокоточной стрельбе, вот, понятное дело, что если какая-то загонная охота, то, соответственно, там эти прицелы не годятся вообще все, то есть, там ни Атакор, ни Бисты, то есть, там нужна другая категория прицелов. Вот. Ну, собственно, вот, что я хотел сказать по Бисту, в принципе, эта информация уже есть в интернете, она доступна, я думаю, уже года как два, наверное. Вот. А сейчас перейдем к новым Атакорам, и вот, наверное, тут немножко какие-то вещи будут все-таки полезны. до недавнего времени модель Атакор у Nightforce выпускалась только с сеткой в первой фокальной плоскости. Если сейчас мы посмотрим на экран, то в левой части экрана представлена модель 7х35х56 F1. 7х35 это диапазон регулировки кратности. Минимальная 7, максимальная 35, 56 это диаметр объектива. А маркировка F1 как раз таки говорит о том, что прицельная сетка дальнего прицела расположена в первой фокальной плоскости. Если посмотрим в правую часть экрана, в ней находится прицел 7х35 на 56 без маркировки F1. Это говорит о том, что прицельная сетка данного прицела расположена во второй фокальной плоскости. Данный прицел является новинкой и в продажу поступит примерно через месяц, то есть это май-июнь 2019 года. В чем разница между сеткой в первой и фокальной плоскости и во второй? Разница в том, что при регулировке кратности будет меняться непосредственно размер самой сетки. На максимальной кратности сетка будет большая и крупная, а на минимальной кратности сетка будет очень маленькая и мелкая. Сейчас на примере я покажу как данные сетки меняются. Слева мы видим сетку в первой фокальной плоскости, справа во второй. При уменьшении кратности сетка в первой фокальной плоскости стала очень маленькая, а во второй практически не изменилась. Для чего это необходимо и почему производитель сделал таким образом? это необходимо для того, чтобы сетка в первой фокальной плоскости была справедлива на всем диапазоне регулировок кратности. То есть поправки по сетке, будь то угловые минуты или миорадианы в зависимости от модели прицела, они будут справедливы как на 7 кратах, так и на 35. с одной стороны это очень удобно и хорошо, но с другой стороны на практике попробовав взяв один прицел и тут же второй, я столкнулся с тем, что например на минимальной кратности на 7 кратах прицельная сетка становится настолько мелкая, что я не представляю как можно по ней брать какие-то поправки. ее практически невозможно прочитать. Перекрестие конечно в центре разглядеть еще можно, ну либо можно включить подсветку дополнительно, тогда будет проще, но чтобы разглядеть вертикальные штрихи у сетки, честно говоря я не представляю возможным, может быть кто-то может, но мне это точно не под силу и вот именно по этой причине я понял, что прицелы сеткой в первой фокальной плоскости вот для меня однозначно не подходит в то время как модель которая сейчас появится на рынке именно 7 на 35 на 56 без индекса F1 с прицельной сеткой во второй фокальной плоскости она как раз таки мне понравилась даже очень даже на минимальной кратности получается в 7 крат данной модели сетка остается читабельна и по ней легко можно стрелять единственный момент надо понимать что если вы хотите взять поправки по сетке именно угловые минуты либо милы в зависимости от модели прицела то вам необходимо выкручивать кратность на максимальную как правило сетка для прицелов во второй фокальной плоскости является справедливой на максимальной кратности то есть это 35 либо 25 в зависимости от модели прицела поэтому тут конечно кому что больше нравится но после посещения данной выставки я однозначно убедился что мне больше нравится вторая фокальная плоскость именно потому что как на минимальной так и на максимальной кратности сетка остается скажем читабельной и по ней легче стрелять при том при всем что центр соответственно перекрестие центральный маркер он остается справедливым на всем диапазоне мне проще стрелять вращая барабаны так как данные прицелы они относятся к тактическим прицелам и у них очень точная механика соответственно можно всегда вести поправку необходимую посчитанную на баллистическом калькуляторе и соответственно попасть в цель неважно 25 крат стоит 35 крат либо там 12 вот также помимо разности сеток в первой и второй фокальной плоскости в том что они меняют размер первая сетка в первой фокальной плоскости меняет размер а вторая не меняет у данных сеток есть еще одна отличительная особенность которую сейчас я продемонстрирую наглядно на следующем слайде я хочу показать сравнение сеток муар в первой фокальной плоскости второй фокальной плоскости и модифицированные сетки муар тире тире которая также в данном случае у нас будет находиться во второй фокальной плоскости данные сетки очень похожи и являются можно так сказать фирменными сетками компании nightforce и лично мне они нравятся наверное больше всех это не значит конечно что они самые лучшие и каждому свое тут как говорится на вкус и цвет товарищей нет но лично мне именно сетка муар и теперь уже муар т нравится больше всего визуально они очень похожи но если посмотреть более внимательно то между этими сетками все же есть разница причем даже тот факт что сетка муар расположенная в первой фокальной плоскости она будет отличаться от сетки муар такой же расположенной во второй фокальной плоскости для максимальной наглядности я собрал на одном экране все три сетки первая это сетка муар в первой фокальной плоскости второй номер это эта же сетка муар но уже во второй фокальной плоскости и третья это сетка муар т тоже во второй фокальной плоскости Зеленым в центре я подписал толщину вертикальной линии Под номером 1, где сетка находится в первой фокальной плоскости Толщина линии составляет 0,125 угловой минуты Что является 1,8 угловой минуты На некоторых прицелах цена клика составляет 0,125 угловой минуты Эта же сетка, но расположенная уже во второй фокальной плоскости Она имеет более тонкую линию и равняется уже на 0,025 угловой минуты тоньше То есть не 0,125, а 0,100 Что в моем мнении является однозначно плюсом Данный плюс будет наверное очень важен и заметен При стрельбе на дальние и сверхдальние дистанции по малоразмерным целям В том числе например по гонгам небольшого размера Либо при охоте на сурков, может быть и теревов Когда цель очень маленькая, а дистанция порядка километра и более На таких дистанциях толщина линии на прицельной сетке уже имеет значение Казалось бы, что 0,125 и 0,100 Величина отличающаяся между собой незначительно Но на самом деле, когда вы будете на максимальной кратности Целиться непосредственно на небольшую мишень на дальней дистанции Данная величина все-таки она будет иметь значение А если мы уже посмотрим на картинку под номером 3 На которой мы видим новую сетку компании NatForce Moarte То мы увидим, что толщина данной сетки стала еще более тонкая И толщина у нас составляет 0,005 угловой минуты Либо 0,05 угловой минуты Что является еще в два раза тоньше, чем сетка Moarte Расположенная во второй фокальной плоскости Мне на самом деле очень понравилось то, как смотрится сетка Moarte Расположенная именно во второй фокальной плоскости Несмотря на то, что по толщине она практически в три раза тоньше Чем сетка просто Moarte В первой фокальной плоскости Ну то есть, если там было бы не 0,125 А 0,15 Либо 0,150 То разница была бы именно в три раза А так как там у нас 0,125 Значит, 0,005 А здесь 0,05 Либо 0,50 То разница чуть меньше, чем в три раза Но тем не менее, сетка очень тоненькая Очень комфортная И в то же время ее хорошо видно Данная особенность, она будет особенно полезна тем Кто планирует стрелять на дальние и сверхдальние дистанции Потому что малоразмерная цель на большой дистанции Она сама по себе даже на максимальной кратности будет небольшой И чем тоньше у вас сетка, тем более точно вы сможете прицелиться И, соответственно, сделать более точный выстрел Будь то спортивные какие-то мероприятия, соревнования, там, мишень Либо охота, либо еще какие-то условия Поэтому я считаю, что Вот лучший все-таки выбор Это сетка именно МОАРТ Во второй фокальной плоскости Ну, что касается кратности Это уже, конечно, каждый выбирает для себя сам Там для кого-то 5 на 25 Для кого-то 7 на 35 Кому-то 4 на 16 Тут уже все зависит, на самом деле, от тех задач Которые стрелок ставит Перед своим стрелковым комплексом Но, тем не менее Именно сетка во второй фокальной плоскости Как я считаю Удобна тем, что И на минимальной кратности, и на максимальной кратности Вы видите сетку практически всю целиком На самом деле, немножко Там она практически чуть-чуть меняется То есть, там поле зрения у нее Но оно настолько незначительно, что Работать с такой сеткой Очень комфортно Также, что касается оптики Еще один производитель Это Марч На данной выставке Помимо Основных своих моделей Представил еще модель Которая Используется для стрельбы На дальней и сверхдальней дистанции Это модель Это модель С кратностью 6-60 И Под названием Genesis Смысл данной модели Заключается в том, что Она Изначально спроектирована для того Чтобы человек мог Стрелять На дальней дистанции С учетом Того, что он использует Просто Свою винтовку И, соответственно Данный прицел Без учета Дополнительных Вспомогательных Всевозможных Каких-то аксессуаров И Моноблоков То есть Если, например Мы возьмем Обычный прицел У которого Запас вертикальных Поправок Будет равен Порядка 50 угловых Минут Или 80 То При стрельбе На дальнюю дистанцию Сколь Настильным Не был бы Наш Калибр Нам просто Бы не хватило Количества Вертикальных Поправок Иногда Стрелки Используют Кронштейны Которые Держат прицел Моноблок Или кольца Уже С Каким-то Наклоном Например 20 Там угловых Минут 30 или 40 Это дает Стрелку Дополнительный Запас Поправок Который Прибавляется К тому запасу Который есть Непосредственно В прицеле Вот Здесь мы Видим На Экране Как раз Данный прицел 6 на 60 Genesis Цена Клика 1 четвертая Угловой Минуты Хер Олег Матусевич Из компании Биарека Любезно Продемонстрировал Нам данный Прицел Прицел Крепится На планку Пикатинни Дополнительно Сверху Имеет Интегрированную Планку Пикатинни Запас Поправок Данного Прицела Составляет Порядка Четырех Сот Угловых Минут Что Даст нам Возможность Без Дополнительных Каких-то Кронштейнов Либо Планок Пикатинни С каким-то Скажем так Углом Наклона Стрелять С такого Калибра Как 22 ЛР На дистанцию До 1000 метров Это Притом При всем Что Калибр Ненастильный Или же 138 Калибр Лапуа Магнум До дистанции 3200 метров А так же Калибр 416 Чейтак До дистанции 4800 метров Данный Прицел Является На текущий Момент Рекордсменом По количеству Поправок И возможности Стрельбы На дальние Дистанции Без дополнительного Оборудования Что касается Крапности То Мишень на дистанции 3000 ярдов На 6 кратах Выглядит Вот так На 25 Кратах Вот так А на 60 Кратах Вот так 3000 ярдов Это Порядка 2744 метра Если я не ошибаюсь При регулировке Поправок Прицел Наклоняется На базе Вниз И обратно Что позволяет Как раз таки Получить Именно Столь большой Диапазон Поправок И стрелять На дальние Дистанции Так как данный Ролик Получился Уже Около 30 минут Я решил Разделить Видео Посвященное Выставке Ива 2019 На 2 Может быть 3 части Данный ролик Я на этом Заканчиваю Хочу Сказать Отдельное Спасибо Херу Олегу Матусевичу А так же Всем вам За просмотр На этом У меня Все Всем пока Пока